Сегодня в его подчинении 17 курсантов, для которых он пример для подражания, наставник, учитель и прежде всего надёжный друг. 21 год. Александр Дира работает воспитателем в Суворовском училище, где вместе с курсантами изучает английский, математику, историю, экономику. И самое главное, учит их справляться с житейскими трудностями. Я ставлю себе цель воспитать порядочных, честных людей. Да, даже если не сложится судьба стать военным, я знаю, что он в дальнейшем будет хорошим руководителем фирмы или производства. Да даже если он будет без высшего образования, он просто будет порядочным человеком. Александр Дира родом из Азербайджана, окончил Хмельницкое военно-артиллерийское училище. За год работы выпустил десятки суворовцев. Уссурийское училище окончили оба его сына. Как говорит воспитатель, всех курсантов воспринимает как своих. Проблемы, в основном, с которыми мы к нашему воспитателю подходим, это проблемы с учебой, какие-то проблемы с преподавателями, если что-то надо, какие-то оценки исправить или еще что-либо. Если какие-то все-таки будут косяки или проблемы, все равно не пожурить никак уж нельзя. За чашкой чая им всегда есть о чем поговорить. И связывает их не только долгие годы совместной жизни, сыновья и быт. Супруга Александра Татьяна тоже работает воспитателем, только в перфект-гимназии. Надо просто любить человека и все. Только и всего. Если его любишь, то все под силу. Можно выдержать, когда его нет ночами, когда они где-то на учениях. Все это переносится. В 1985 году Александр Дира попал в Афганистан. Он не любит вспоминать те годы, признает, что было нелегко. Но вместе с тем Афганистан – ни с чем не сравнимая школа жизни. Честность, порядочность, взаимовыручка – там спасали именно эти качества. У всех практически офицеров, людей, прошедших через горячие точки, очень сильно обостряется чувство справедливости. Потому что в тех районах нельзя быть в их личном. Всегда старается быть справедливым и в мирной жизни. Этому учат близких и никогда не забывай тех, кто не вернулся обратно. На самом видном месте висит китель всегда, чтобы помнить, чтобы не забывать те страшные дни, чтобы стараться сделать все для детей и не дать им пережить подобное. Ольга Муравьева, Николай Фарафонов, Игорь Антонов, Телемикс.